Один из немногих случаев, когда комментировать, в общем-то, ничего не надо. Сейчас вы увидите кусочек с корпоратива Шабаша Чертей на Останкино. И сами все, собственно говоря, поймете. Сейчас этот ролик где только не увидишь. Но я считаю, что каждый блогер просто обязан распространять эту информацию. И если вы сами ведете блог, то, конечно, забирайте этот ролик благополучно, потому что страна, конечно, должна знать своих героев. Меня часто поражало мнение, когда начинали говорить, что Артем Шейнин, ну вообще-то, он такой был известный редактор, воевал в Афганистане и вроде не всегда был таким дерьмом, как стал в последнее время. Хотя это именно тот случай, когда лицо говорит само за себя. Вот это опухшее лицо алкоголика с самого начала выдавало Шейнина всю его натуру. И, как это ни печально для многих афганцев, туда именно и попадали подобные твари. Там они, как правило, выживали. Наивные, честные, добрые погибали. А вот это алкашня и наркоманы благополучно возвращались. Вообще взять человека на телевидение с таким прошлым, который открыто орет «Я убивал, ну и что?» Сделать его ведущим одной из самых транслируемых передач – это само по себе преступление над нравственностью и моралью. Но так как российских зрителей насилуют давным-давно во все отверстия, видимо цель у этой иглы Кащеева и то, что я называю Останкина, и заключается в том, чтобы нравственный, моральный облик людей, слушающих таких подонков, как Шейнин, растворился в их говне, которое они не просто заливают в мозги, но и на самом деле презентируют с гордостью. Я много раз говорил, повторю еще раз. По большому счету организоваться людям не для восстания, не для того, чтобы строить баррикады, русские на это не способны, а просто мирным таким кольцом в 3-4 ряда окружить Останкина и стоять там до тех пор, пока не вынесут оттуда Константина Эрнста или не пообещают прекратить выход определенных людей в эфир. Это была бы борьба за один, хотя бы один, институт демократии, то есть институт свободной журналистики. Сломать иглу Кащея должно быть буквально чуть ли не основной задачей. По крайней мере, здравомыслящим людям требовать у каждого на своем месте бессрочная ли это акция, майки ли это с надписями «Далу» и «Шейнина», либо комментарии в многочисленных форумах и блогах, письма в администрацию. Каждый должен бороться на своем месте. Удастся убрать одного говнюка – возьметесь за другого. Ну а пока наслаждайтесь, господа. Если кто-то сомневался, что этот человек крепкопьющий, я думаю, что после этого вопросов уже не будет. Все, кто работает и хочет работать в программе «Время» покажут. Взяли бокалы! Я все еще вижу людей без бокала! Я все еще вижу людей без бокала! Все взяли бокалы! Покажите мне ваши бокалы! Покажите мне ваши бокалы! В этот коллектив, в эту бранду, в эту семью! Лето, б***ь, 16-го! Сука, года! Все, б***ь, сали бокалы! А он еще не взял бокалы! Алло! Алло, 15 эфиров, ты не взял бокал! Алло, 15 эфиров, ты не взял бокал, ты не взял бокал! Алло, в этот коллектив, в этом бранду, в этот коллектив, в этом бранду, в этот бранду!